Когда я сменила телевидение на тот жанр, что можно сидеть, писать, думать, да, не надо бегать, организовывать съемки, все это выстраивать, а когда можно размеренно, спокойно выкладывать свои мысли на бумагу, почему-то вот это меня вдохновило, и я прям втянулась, мне понравилось, и было замечательно. Я нашла себя в газете. Главного директора и редактора Щелковского информагентства Анну Смышляеву профессия журналиста, кажется, выбрала сама. Папа привел юную Аню на телевидение, где работал. Там и случилось первое знакомство с миром, пока только еще тележурналистики. Первый опыт появился, когда меня папа привел к себе на работу, то есть он режиссер, и телевидение я знала изнутри, но почему-то работать в сфере журналистики телевизионной или газетной я совершенно не планировала, но поступила, тем не менее, на факультет журналистики. После школы, получив профессиональное образование, журналиста Анна начала свой путь на телевидении, сначала как корреспондент, потом в должности редактора. Я не пошла по газетной специализации, я пошла на телевидение в программу «До 16-й старше». На тот момент эта программа существовала, и практику я проходила там. Брала интервью, общалась со сверстниками, было безумно интересно. Было страшно, но было безумно интересно. В августе 2006-го Анна Смышляева пришла работать в редакцию газеты «Время». Работала корреспондентом, после возглавила отдел экономики. Информационные поводы, столь важные для журналиста, актуальность за годы не теряют. Особой для журналистов того времени стала тема ЖКХ. Появилась возможность помогать людям, наверное. Те, кто в сложное время, там, пускать тепла, звонил в редакцию, говорил, помогите, мы уже везде звонили. То, если корреспондент газеты брался на тот момент и начинал раскапывать и всем звонить, то люди потом благодарили. Сегодня Щелковское информагентство – это не только печатное издание. Газета «Время» – это и соцсети, которые требуют новой современной подачи информации, краткой, яркой и запоминающейся. Обратная связь была намного больше и обширнее. Чаще люди обращались в редакцию, чаще звонили, чаще писали. Сейчас, конечно, есть соцсети, которые оттягивают какой-то процент обращений вместо звонков и походов сюда. Но, тем не менее, наверное, и сама информация изменилась. Несмотря на все веяния и требования времени, Щелковское информагентство продолжает, сохраняя традиции, внедрять новые технологии, активно развиваясь. Работа с молодежью, юными журналистами и, как результат, возрожденный раздел «Время молодое», социальные акции – все это дела, которые от времени настоящего неуклонно ведут к будущему, в котором у Щелковского информагентства под чутким и профессиональным руководством «Дважды мамы», прекрасной женщины и журналиста Анны Смышляевой на все хватит времени и сил. Вот хочется, чтобы там пусть через 10, 15, 20 лет взять газету, несмотря на обилие каких-то красивых, ярких фотографий, короткой информации, где что, сколько сделано, где что случилось и произошло, наткнуться на материал, который бы затронул душу. Лилия Тимиева, Валерий Жеглеев, телерадиокомпания «Щелково».